Знаете, как оно бывает? Думаешь, что-нибудь такое вот необычное Думаешь, вот так будет здорово Как-то это все вот Необычный концерт Как-то все это по-особенному Чем ближе время приходит Думаю, зачем ты это вообще Так было хорошо Все-все знаешь, все там песни Которых ты уверен Которых ты не ошибешься Чего этот вот Стресс А сегодня действительно Господи А собственно все правильно Потому что сегодня многие песни будут Из той серии, которая пелась Давным-давным-давно И я перед каждой песней Примерно так же извлекался Было так страшно Еще одно интересное наблюдение Я заявил это как черновики Как вот покопаться в черновиках Естественно старых каких-то Что-то новое Это тоже оказалось глупой идеей По большому счету Потому что как бы ты себя не настраивал На то, что ну вот Да Это Это же тоже твое Это когда-то ты это делал Это когда-то было Частью тебя Включается вот этот внутренний критик Начинает тебе долбить Нет, это не то Это не то Вот тут бы я исправил все Это болото Поэтому сегодня мы будем все-таки разбавлять Многое будет звучать из того, что никогда раньше не звучало И я надеюсь больше не прозвучит Что-то будет звучать из того, что звучит безумно редко То же, что оставалось либо в черновиках Либо иногда вырезало на концерты И что-то из более-менее того, что мы иногда Лев Кузнецов Разделит сегодня со мной мой позор Лев Кузнецов Что-то из, ну, как бы из более спокойного для нас Мировического Ну ладно Постепенно начнем Еще я буду сегодня делать то, что я никогда не делаю Читать не только стихи Стихи иногда читаю А вот какие-то прозаические куски В общем, вечером нам предстоит тон Раньше, лет 10 назад Все свои концерты я, примерно, начинал вот с этого сихотворения По Новый год Совсем один Сдыгнув муки приглашений Сижу, как дурень, оглашенный не брит Ни чеслый, ни людин Себе слуга и господин Спешу вкусить от прозы быта к столу Из трусости накрытым на две персоны Малыш В зеленых елочках кашпо напоминают о больнице С размытых фото смотрят лица друзей Лет пять, как непохожих Без них мне плохо С ними тоже А ведь Нимель, между прочим, когда-то был мне напророчен души спасительный успех Быть пострадамусом за всех Не довелось Тая таланта не всем купаться в свете рампы И хоть сто раз был прав Шекспир, когда острил весь этот мир театр И люди в нем суфлеры Или актеры Что несуть Но сонный зал не обмануться Игрой в придуманное горе Рыгает палец Моментом море Однако полночь Вот час настал Бросаю в пенистый бокал Смертельный порошок досады Быть или не быть Том пятый Яды Коктейль не сбывшихся обид Особой масти Суицид Чьей козни нет Коснуться тела И сцена имени Отелла Медежный дух Не исцелит Болит И пусть Себе Болит Искусство требует искусств Любовь к изнанке Дело вкуса Кто ждет озноб От того дня Довольно Хватит Без меня Во многом знание И много скупки Я умываю Мою руки Спешу к остывшему столу Вслед буридану У вас там есть чего-то здесь начать В наустах моих печати Примечаясь колопа Я все дальнейшие заботы Вверяю в вилки И ножу Яд не подействовал Живу Мы снова вытащили песню Которая когда-то тоже Это еще вообще лет 15 Потому что больше назад Которая тоже была Одной из Программных для меня вещей Потому что она была Да была одна из тех первых вещей Значит больше лет 20 назад Которая Была написана честно Не знаю как по форме Но она была написана честно То есть о том Что я на самом деле знал А в то время я знал только о себе что-то Ну и то немного Но по крайней мере мог Попробовал перенести в первый раз В жизни свои внутренние Какие-то экзистенциальные Творческие переживания На тогда еще на бумагу Вот И спеть про них Это был первый опыт И к сожалению не последний Потому что тема Я и творчество Эта тема практически Давлеет над любым Пишущим человеком Как-то от этого сложно Сложно абстрагироваться С тех пор было написано Очень много песен Разной степени удачности Есть очень удачные Но началось когда-то Вот ноги растут отсюда И тут уже есть вот все Есть вот этот вот Только это выпендрежь Есть все нормально Тут есть какой-то символизм Какие-то вещи По названию все будет понятно Вот Название тут почти по Сальвадору Дали Оживающий на терморт мыслей Вызванных чтением плохих стихов И мерзким дымом Сигареты Пегас За минуту до раздражения Зачем ты что-то не очень упадет Зачем ты что-то можешь Вершить названием парназ Зачем ты сбиваешь духами Стремясь уже и свадь ним А счастливым дарим челось нет К чему эту ложь Прокрывает твой завет Которого режешь По пачке своих сигарет Нет же тебе без корыстных Хранитель магических чисел Какими, увы, не отмечен Но сила чужих тресмайв От самых коварных Недолго спасала тебя до поры Та, что тебя вдохновляла Та, что тебя вдохновляла Тогда еще вредно Хоть в чем стуту И в чудном видении И правилам этой игры Не хватало лишь Собственно просто игры И еще снисхождение Если ты вдруг находилась Включение с правилами И исключали тебя с самого Но может, ты все-таки прав Прокосимое служение заложено Больше, чем просто покорность Коль скоро в тебе Появляется нечто Что в общем могло Воследи за известный итог Ведь, кажется, сделано Все и осталось Лишь взрослым найти У тебя только время и место Во время как время Уходит и вместо себя Оставляет двенадцать Зачемпывать строг Субтитры подогнал «Симон» И вновь, и вновь, и вновь Кладут, и в сонных ночи Чтоб прожить Такой-то словесных улечий Торетик бесспорных Сидеть из рожденных В бреду И к утру Заброванных Писками спеть Все чаще Твой мстительный Мор предает То лень То светским Забавам То пламя И меч Все чаще Затравленное Зверье Пускает крыло И булгарский Табак Расчет Бальцев В пель Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» А то, когда кто-то еще, знаете, говорит Это когда книгу читаешь Когда еще ничего не знаешь Вдруг книгу читаешь Другого Это как меня Это как у меня С годами проходит Потому что там все, как у меня Вот Но Поначалу это годы Поначалу еще Так вот, мысль была Замечательная Очень простая Очень правильная Которая во многом Определила дальнейшее Мое творчество и кредо Всегда вот, да? Творческое кредо Писать надо о том Что ты на самом деле Чувствуешь Если ты ничего не чувствуешь Надо писать о том Что ты ничего не чувствуешь Если ты не умеешь писать Надо писать о том Что ты не умеешь писать Блядишь и научишься Прошло после первой песни лет, наверное, 10, но «Пендрёж» стал чуть поменьше, в том плане, что название стало поменьше, но «Зарисовка ФМ». Ищу приветству к расстроению на эфевской волне, самая мелодия как раз, то, что очень, но вполне, подходит к теме наблюдения в масштабах окна, одна и та же панорама каждый вечер. И, однако, даже в этом беспорядочном движении куриц всегда найдётся пара сцен, которым стоило найтись, не представляет чем-то новым, просвещенному уму, а не, однако, тоже повод, чтоб задуматься о москоренной природе вдохновения, чтоб привычка любить письмо, тебя щекочет и щенит и щеклет что-то там в носу. И вот сказать особо нечего и нечем писать, но ты идёшь писать о том, как тебе нечем сказать. Субтитры подогнал «Симон» 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 Мне было смешно, когда я писал, потом не очень. Это называется такая вещь, она никак не называется по первой строчке. Поэта ветрена природа и своенравное естество, как гражданин мужского рода я не спешил воспеть его богатство культов и обрядов. Субтитры подогнал «Симон» 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 Зовет на старт, лоснясь в лучах телеэкрана Пополнить рать футбольных фанов, а лучше формулы один Вот спорт достойнейших мужчин, пронзая время и бибида Рекламоносные болиды жужжа срезают виражи Картина в рамочке дрожит, дым не доплавится резина Шипит волна адреналина, играет кровь, скипает ртуть Осталось кончить и уснуть Сейчас еще одна будет песня Эта песня найдена в черновиках, причем совсем недавно Это удивительно, потому что Такое ощущение, что написана она давно Да не знаю, даже будет она звучать еще однажды Но вот сегодня, сегодня это надо Это просто обязательно И шипит, насколько это битая, громче топ Сама знаешь о чем я проживешь сама Сама С ума я служь, сама со мной сходишь с ума От странной милограммы, что-то от странного стечения Обстоятель, что связали до нас Смечающий ангел, спасаясь от нынешних врагов Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще нашел несколько вещей, которые... еще нашел несколько вещей таких глобальных когда-то не было мечта написать такой песенный спектакль но даже первых трех песен не прошло потому что они все были очень пафосные и очень такие гимновые ну то есть они все как есть для пролога и эпилога а все что внутри как-то не получалось идея умерла и я сегодня первый раз пою песенку есть подозрение единственное я даже любви успела ее накануне показать не будет а не новая песня может пару раз умерли лед и столет что твой орден все дальше Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Откуда эта родилась? Что это за Маша такая? И какую пьяную женщину вы, Александр, имели в виду? Вот сегодня единственный концерт, на котором можно это сделать? И вы в перерыве положите вот туда бумажки, я их изучу и попробую честно, как можно честнее на все ответить. А это очень смешно, потому что песня... Если бы у нее был эпиграф, он бы был «Гори, гори, моя звезда». Хотя по первым строчкам этого никак не скажешь. Субтитры создавал DimaTorzok Когда приходят... Сколько? Продолжите секундочку. Это все не будет повторяться. А вы знали, куда шли, да? Я писал. Почему ты дрожишь? Почему она дрожит? Да. Да. О! Самое главное, что я это не даю, это я первый раз. Для антетичности. Когда приходят времена, пустые города, ненаслые города, под столь и океана. Она хранит меня одна, как море садо, как небо сиянно. Одна заветная звезда подзовет меня со дна. Со дна молчания, одна свертельно влюблена, как все мечты война и как волна жила. Одна на сотни тысяч лет горит горимая звезда, я вижу одинокий свет рождённый от огня лета. Одна на сотни тысяч лет горимая звезда, я вижу одинокий свет рождённый от огня лета. горит горимая звезда, когда слепая пелена, светает имена, стирает имена созвездия из страны. Она хранит меня одна, любые времена верна и не поискальна. Одна заветная звезда зовёт меня со дна. Со дна молчания, она лыбнее, чем луна, теплее, чем луна, и как волна дичьма. Одна на сотни тысяч лет горит горимая звезда, я вижу одинокий свет рождённый от огня лета. Одна на сотни тысяч лет горимая звезда, я вижу одинокий свет рождённый от огня лета. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас будет художественное чтение. Хочу поделиться с вами некими своими произведениями в жанре сказки. Мне довелось одно время работать пиар-директором театрального центра. И пока я там работал, у меня было в подчинении несколько человек, это было ужасно. Хотя бы один человек, а несколько, ну нет, для кого-то получается, у меня не получалось ничего. Один из них был дизайнер. Я вот эту всю историю с дизайнерами, когда человек что-то творит, ему рассказывают, как это делать надо. Это так прекрасно всегда. И самое главное, что сам себя ловишь. В общем, я ему подарил сказку, когда уходил, как, ну, как сказать, как изменение, что ли. Хотя, казалось бы, он называется лягушонок Леонтий Ка. Готовы? Сейчас. Одним прекрасным пасмурным утром молодой лягушонок Леонтий Ка, проплывая мимо зеленого листа ледяного листа ледяного листа, который он нас называет Кувшинка, разглядел на этом самом листе очень необычного комарика. Впрочем, в самом комарике ничего необычного не было. Но в одной из своих правых лапок он держал кисточку, а в одной из левых – палитру, напоминавшую маленький кружочек полотной прески. «Что делаешь?» – спросил Леонтий Ка, который сегодня уже позавтракал и мог позволить себе немножечко дешево выпадуться. «Рисую картину!» – переслышал, шепнул комарик, с тревогой поглядываясь за мольберто. Леонтий Ка не знал, что такое картина и что значит «рисую», и поэтому просто спросил «И как?». Комарик развернул к нему мольберто и отлетел на безопасное расстояние, на всякий случай. То, что лягушонок увидел на мольберто, ему понравилось. Там было родное болото, точь-в-точь такое, каким он его знал, только очень-очень маленькое. Даже зеленая ряска, те же камыши, даже лист водяной ливии, который у нас называют Кувшинкой, и тот был на картине. Не хватало разве что самого лягушонка. «А хочешь, я тебя нарисую?» – раздался коваримый писк у самого уха. Надо сказать, что за свою недолгую жизнь лягушонку Леонтию Ка еще ни разу не приходилось разговаривать с комарами. Разговаривать. Да еще с такими, у которых имелись кисточка мольберто, нарисованная болота точь-в-точь в такое же, только очень-очень маленькая. «Хочешь?» – снова спросил коварик, а добавил. «Увидишь, получится очень выразительно». Слово «выразительно» – вот лягушонка особенно взволновала. Он укравкой поглядел на свое отражение и, заметив прилипшие к живопу тролинки, спешно принялся прихорашиваться. «Это не обязательно», – сказал коварик. «Но тебе придется посидеть неподвижно, пока я буду рисовать. Это называется позировать». Позировать оказалось не так уж и сложно, но ужасно скучно. Через три минуты лягушонку смертельно надоело. Сперва он стал раздувать щеки, изображая взрослую жабу. Затем немного попускал пузыри. После взялся считать камыши на дальней стороне болота. Но считать он умел только до двух. Один-два, один-ква. И это занятие ему тоже наскучило. Летий Касс слез со своего места и подплыл куршивки. «Я еще не закончил». Лягушонка придирчиво рассмотрел картину. Теперь, когда он уже неплохо разбирался в живописи, нарисованное болото не казалось ему уж столь вот замечательным. Мне кажется, немного светловатым. Коварик мне отвечал. «Ну да, светловатым, а и знаешь, много ярких красок». Коварик вздохнул. «Мне вот не очень нравится, когда яд. А мне нравится, когда идет дождь. Но сейчас нет дождя», — возразил наконец Коварик. «Нет», — согласился Лягушон. «К сожалению». Он еще немножко посмотрел, еще немножко подумал. Потом сказал. «Значит, я вот вижу, вот слева осталось много мустого места, да? А что, может, добавим туда камышей для выразительности? Скажем, два». Коварик отрицательно покачал хоботком. «Не уверен». «А ты попробуй, ну тебе же не трудно». «Думаю, с парочкой камышей будет намного лучше и выразительно». «Выразительно». Коварик растерянно взглянул на свое таваринь. «Ну, все это так, вот так на своих местах». «Думаете, камень терпеливо дернул лапкой». «В конце концов, это его было. Ему лучше знать, каким оно должно быть на самом деле». «Ну ладно, уступил. Вот камыши — твое дело». «Ну разве?» «Скажи, разве тебе не хочется сделать меня чуть-чуть крупнее?» «Это прибавит мне веса и выразительности». «Ни в коем случае, я слипнул. Коварик, вот тогда потеряется все остальное». Я сам подумал, ну, пожалуй, зря нарисовал этому лягушонка. И это болото тоже было поздно. Потому что лягушонок ничего уже не думал. Просто взял и проглотил комара, потом подождал немного и следом проглотил мольберт вместе с родным болотом, с собой и водяной лилией, которая у нас по-прежнему называет пушинкой. После этого случая лягушонок Леонтийка дал себе слово, что больше никогда не станет разговаривать с комарами, даже с самими необычными, и всегда честно держал свое обещание. Что-то вроде морали. Жить в болоте и быть свободным от болота нельзя. И еще. Еда всегда еда, чтобы она себе не думала. Один аист где-то когда-то услышал, что аисты приносят детей. Это был глупый аист, даже не с нашего болота. Он забрел к нам откуда-то из дальних камышей вместе со своей молоденькой женой и тут же принялся рассуждать об особенностях воздушной доставки в условиях плохой видимости. Тем утром все болото собралось послушать его речи. Аист с большим вынушевлением говорил про то, как правильно назвать малыша, про 14 древнеегипетских способов пеленания новорожденного, про почтовые наценки за транспортировку особо ценных грузов и про то, как он мечтает стать начальником собственной курьерской службы по доставке детей. На пятый день он так надавил всем своими рассказами, что даже болтливые сплетницы сороки перестали перемывать его пёрышки. Но глупого аиста это нисколько не обижало целыми днями. Он щёлкал клювами без устами, повторял одно и то же. Ах! Какое это было бы счастье разносить детей по домам и болотам. «Лучше б своих сначала зовёт», — жаловалась молоденькая истиха. «Только и слышу, что от твоих курьеров ни пуха от тебя в доме, ни радости. Подстилка вся сбилась, стены разваливаются, на полке хоть ежонка котелки». Но глупым аисту было ни до ворча, ни жены. Он уже видел себя начальником собственного агентства и строил планы по развитию курьерской авиаслужбы. У него и название было готово. Агентство Аист. Ах, как это будет славно! Я в белой униформе и красной манишке прилетаю по нужному адресу и вежливо стучу в двери маленьким таким молоточком. А когда мне открывают, ну уж я чётко и официально, но всё же вполне доброжелательно спрашиваю. «Вы ребёнка заказывали?» И все в доме сейчас же начинают суетиться, бегать с вами друзьям и знакомым. Счастливая мама спускается вниз с коляской. Бледное волнение папочка разливает по бокалам дорогущий коньяк, умоляет меня с ним выпить. «Ну, пожалуйста, ну две капельки!» Я, конечно, отказываюсь с понимающей улыбкой, успокаиваю его и торжественно вручаю свёрток чуть живой от радости мамаши. Под расписку, конечно. Тут набегают родственники. Ах, какой малыш! Ах, какой у него круглый носик! Ну, вылитый папа! А губки? Губки от мамочки! А я за всей этой суетой незаметно выскальзываю за порог. Ну, конечно. Ну, конечно, меня успевает догнать какой-нибудь старый богатый родственник и деловито начинает совать мне под крыло, грушительно, парчику банкнот. Ну, возьмите, это вам заработал. И я, я делаю длинную, многозначительную паузу и тонну, не допускающим возражений, говорю довольно холодно. Заберите ваши деньги, судя. И никогда больше так не делайте, разве вы не знаете, что я курьер агентства Айс. Доставлять людям радость для нас не работа, а призвание. На этом месте глупаясь всегда широко проводил плечами, словно поворачивался спиной к воображаемому собеседнику и представлял, как улетает или сдерживая улыбку, а потрясенный до глубины души старый богатый родственник долго еще глядит ему вслед, с деньгами в руках и с нежданной слезой, медленно скатывающейся по суровому мощению своему лицу. Шло время! Зима на болоте сменяла дождливую осень, а после весны всегда наступало лет, и только глупый Айс, все так же щелкал клювом в дальних камышах и мечтал о своем агентстве. Гнездо его в конец рассыпалось, жена, устав морчать, ушла к другому Айску. Теперь у нее было два маленьких Аистенка, Аистенок мальчик, Аистенок девочка. Мальчик уже научился подбрасывать, где-то ловить лягушек в воздухе, а девочка умела не мгновенно изящно чистить пирожки. И так никто на болоте. Но однажды, однажды, случилось такое, во что бы я и сам никогда не поверил, если бы не видел своими глазами. Сначала мы услышали громкие голоса. Они доносились со стороны весного бурелома и были ни на что не похожи. Это не было трескотней овсянки или тресогуски. Совсем иначе крякали, крякали, куковали кукушки. Не было это похоже и на хрюканье кабана, или на задумчивое почавканье лосья. Даже полудно и выпил. Так умело передразнивающая лёг быка была здесь ни при чём. Так могли разговаривать только люди. Среди нас не было никого, кто когда-либо раньше видел людей так близко. Я и не думал, что их длинные ноги до самых колен покрыты зелёной резиновой кожей, а тело завёрнуто в какие-то плащи, похожие на биши от сырости крылья ночной бабочки. Не знал я и того, что в предних лапах все люди носят огромные сачки и палки с верёвочными петлями. Одной из таких петель они и захлестнули ноги глупого аиста, который по своему обогновению щёлкал клювом в камышах. Судя по всему, люди очень обрадовались своей дочью. И, похоже, даже не думали причинять вреда пойманной птице. Они аккуратно связали глупому аисту ноги и крылья и перечно замотали клюв в тряпичные ленты. Не в том году, не в следующем. Мы нашего мечтателя на болоте больше не видели. Первые листья принесли всё те же сороки на своём сорочем хвосте. Затем разболтались и перелётные утки. Что-то мы узнали от мудрого филина, которого он нас считает немножечко колдуном и поэтому слегка побаиваются. В конце концов, всё, что происходило с глупым аистом. Дальше столько раз было рассказано и пересказано, что давно уже стало легендой. А может, и просто сказкой. А случилось вот что. Один знатный вельможин по имени Оли Гарх выдавал дочь замуж, да не абы как, а за самого королевского сына. И очень ему хотелось, чтобы свадьба у них была самая, что ни на есть, королевская. И чтобы не такая, как у всех. Вот и созвал он своих советников и приказал им строго-настрого. Вот делайте, что хотите, но чтобы свадьбу эту ещё полгода по всем королевским ТВ показывали. Что и говорить, свадьба удалась на славу. Под это дело специальный дворец от Гроха. Из розового мрамора и белого хрусталя. Чего там только не было. И поющие фонтаны. И кружащиеся под музыку столы венецианские цирковые артисты с пудрями и клоунами. А, и венецианские хондолы, и французские крысели, и коралловые острова в аквариуме. И цирковые артисты с пудрями и клоунами. А над всем этими столами, островами, фонтанами. Торжественно кружил настоящий аист с колыбелькой в клюве. Как символ будущих наследников престола и процветания королевского рода. В конце концов, глупая аиста. А, эта затея с колыбелькой гостям очень понравилась. Особенно понравилась. Нашего аиста стали приглашать ему другую историю. И в соседний королевский тоже. Скоро вошло в моду заказывать аиста на дни рождения, юбилея и корпоративные вечера. А однажды ему даже предложили сняться в кино. Он оказался прекрасным актером. Он отлично смотрелся в кадре и в своей белой униформе и красной манишке. Красиво кружил над домом главной героини. И когда надо, изящным виражом спускался на крыльцо. И даже стучал в дверь маленькой дверной молоточкой. В конце концов, глупый аист стал очень известным и важным аистом. Он заметно пополнил. Научился солидно покашлять или раздавать автографы. И совсем бросил старую привычку щелкать клевом. И давно думать забыл про дальние камыши и какую-то никому неизвестную пробуду. Теперь у него было столько денег, что мог открыть не одно собственное агентство. Ну, ему уже как-то совсем не хотелось носиться с настоящими детьми. Запеленутые куклы в игрушечных колыбельках оказались куда легче и практичнее. А главный на них был спрос. И только иногда, во сне, он видел себя подлетающим к маленькому домику с крипичной крышей. Где вот уже несколько дней ждали стука его дверного молотка. Где все сразу приходило в движение. В доме начинала суета, беда дня. Звонки, друзья, мы знакомы. Где с счастливой мамашей спускалась вниз с коляски. А бледный от волной бабочек уже развивал полокалом. Дрогущий, короля. Так прошло полгода. За летом наступила осень. За осенью гряблые зимние холода. В мороз. Аисту было уже не просто кружить над домами в своей красной мамашке. У него дрожали крылья и время от времени обледеневал крылья. А тут еще один знатный вельмож, по имени премьер-министр, задумал выдать единственную дочь замуж за принца соседнего государства. У принца тоже были свои советники. Он тоже хотел, чтобы он свадьбу показывали по всем королевским ТВ. И на его свадьбе гостей встречали настоящие королевские пингвины. Похожие на спредителей во фраках. А по домам гостей развозили упряжки белых медведей, запряженных в сани из чистейшего арктического льда. Пингвины и медведи сразу стали гвоздем сезона. Все звездные пары тут же пожелали развестись и подозначили новые свадьбы на первые выходные января. Аисты вышли из моды, стали дурным тоном дарить молодоженам колыбельки и скучать в двери дурацкими молотками. В одном очень глянцевом журнале так и написали. Аисты унылые ретро. Развлечение для деревенских бабушек, которым нравится вся эта фольклорная ерунда. И больше нашего аисты никто не звал. Ни на свадьбы, ни на дни рождения, ни на корпоративные вечеринки. К тому же фильм, в котором он снимался, так и не вышел на экраны. И потому не получил ни одного Оскара. Нет, пару раз к нему приезжало телевидение, но один раз это была программа здоровья, а второй раз в мире животных. И аист отказался давать им травью. Так что к следующей осени о нем и вовсе забыли. И он снова стал самим собой. Глупым аистом с никому неизвестным бабушкой. Он появился у нас все из тех же дальних камышей, из которых он забредал к нам однажды. Но в этот раз безжимый и безрассказный. И хотя все опять собрались его послушать, Глупый Алист лишнеохотно доложил, что был самым главным и самым богатым аистом в городе, но в конце концов все бросил и решил вернуться на родину. А все свои сбережения он потратил на важные юридические бумаги, по которым вроде как выходило, что теперь это его собственная порода. Бумажки вправду были важные. Они были со сложными узорчатыми картинками и большой печатью в правом нижнем углу. Между тем наша жизнь с возвращением аиста никак не изменилась. Все так же светили солнце, все так же шли дожди, а иногда выпадал снег. Глупый аист посидел и стал по-стариковски чрифом. Больше всего он любил напрашиваться в гости к соседям, у которых случалось прибавление в семейство. Он помогал выбирать им и малышам и учил молодых баб делать погремушки в виде дверных молоточков. Пригодился и один из четырнадцати древнеегипетских способов поведения Малакенского. По вечерам его бывшая и уже давно немолодая жена иногда звала его пить чай и несколько раз доверяла ходить в лес за лекарственными травками. Ее аистята давно вырослись и обзавелись уже своими семьями. Они подтрунивали над ворчливым стариком, но всегда приходили к нему похвастаться, сколько раз их юному ловкачу удалось подбросить и поймать бабушку в воздухе. Или кто еще из молодых аистов заметил, как изящно уложено пели у их маленькой моргинцы. Как бы то ни было, глупый аист, похоже, больше не вспоминал ни о своем путешествии в горы, ни о своей собственности. Бумаги скоро размокли и потом и вовсе затерялись где-то в дальних камышах. И болото снова стало ничьим. Ну, то есть, вообще. И когда над нашим болотом расправляет свои мягкие крылья уютные ночи, и в небе просыпаются белые звезды, когда смолкает древняя дневная трескательность дня осядок этой солюзки, начинают свои хоровые распевы засидевшиеся в холостяках лягушек, когда распускаются огоньками волшебные светляки, и где-то далеко-далеко в лесу ухает филин, когда можно увидеть, как замирает, прислушивается, улыбается всему этому ночному мадроголосью, далеко заглядевшийся в нескончаемое звездное небо, одинокий арист, глупый, но очень счастливый. Спасибо за компания. Спасибо за компания. Сейчас мы будем перейдем и разбираемся, что происходит. Спасибо. Ну, что я... Давай... Шура. Вы что, вы подумали-подумали, я решил, что мы сейчас поем вам песню, которая... Ну, мы что-то не будем петь, мы действительно сейчас по поем песню, которые вы больше не... А! Правильно, никто же сказал. Лена подсказала. А кто первый раз? Верните мне это. А приходите к 23-й. Нет, хорошо. На самом деле, хорошо, что я все это устроил, хорошо, что вы пришли, потому что какие-то вещи пока проговариваешь, и пока пытаешься понять, это здорово. Мы можем уже с этой, наверное, выключить. И продолжить. Давайте я вам... Не вам, которые придут к 23-й в отеле, а вам, которые давно меня знают. Ну, мы вам с Шурой споем песню, с которой мы с Шурой знакомились, и первая песня, которую мы сделали вместе. А вот кто знает, какая у нас с Адрианом первая песня, которая моя, которую мы сделали вместе? Рынбы, да. Ну, свои. А вот с Шурой какая? Это уж совсем не неприятно. Ну, мы же победили только гитарой, никто же не сказал, что... А, ну, вокалом-то не занимались. А вот сейчас поверят. Это сейчас просто песня, которая я сделал такую легкую аранжировку. Очень гордился ей, потому что я... А, причем, когда мы познакомились с Сашей, я попросил его подыгрывать. И он сказал, что я играть-то не умею. Я сказал, у меня проблемы, я тебя научу. Сам я играл чуть лучше, чем он, или даже, примерно, так же. Ну, наглости хватило. Это тоже, в общем, по сути, сказали, такой стихический фольклор, собственно, сочинение. Я тогда как раз поступил в педагогический институт, причем это был областной педагогический институт, потому что там был меньше проходной бал, а мне, честно говоря, за год армии было немножко все равно, куда поступать. А поскольку школа, в которой учился, была спец, спецшкола, спецритарного ряда предметов в французском языке, поэтому он пошел на романы германский факультет, легко поступил, и где полгода ни хрена не делал. И это было прекрасно. И первое, что я сделал, когда поступил в институт, я ушел из дома в общагу жить. Передом нелегально. Ну, потому что мне нельзя было там жить. Ну, мы быстренько справили какую-то бумажку там, эту самую, которую можно было вот так вот показывать и проходить. Проходка. И где-то полгода я вот жил в общаге, и ну просто... Это было прекрасно. Это было прекрасно. Это столько историй, там столько вот действительно каких-то впечатлений, песен. Вот мы пели про Бибегона песенку, да, вот который вот там, Бибегон, Бибегон, домишки. У него было еще даже такое предыстория, потому что еще полное название этой песни, когда я ее прогнозил, там, дева, которая поет Алиса, заблудившаяся по дороге в Зазеркалье, при условии, если бы достопримое англичане, было бы не Льюисом Кэролом. Дальше я делаю, что я ошибаюсь, и сказал, Льюисом Кровала. Я помню вот этот момент, как мы на своей... Мы же все голодали там. И записки вешали здесь. Комсомольская организация, общежитие Бибегидического института собирает по 10 копеек на мобильнику Луису Кровала. Ну, кто понял, тот понял. Не объяснишь, я думаю, всю тонкость этой игры. Люди не сли. Ну, предисловие есть теперь. А вы сейчас не знали, о чем песня была? Уже догадались. Можно... Пятый день Я ночью дома, Пятый день Обрываю клубы Для французской Своей знакомой Из общаги Патрис и Лумба Пятый день Говорю в французский На французской сижу в диете Это значит, Венок под устриц Жабьи лапки В прованском паштете Пятый день Атамаров к Амурам Нам любые постели узкие Под французский Шансонов с Намура Изучаем любовь к французске Пятый день В голове Как глупые Что не угол А дни шедевры Под шофе От французской культуры Растекаюсь мы салей По древу И в корень от родимых Пенатов С ностальги Дружу Немножко Разливых Лягушачьих Лапок Мне Куриные Ножки Ни К чему У меня Мары С Амуром Вам Подурьем Барикадели А я Как встану Однажды Утром Да Как Вынесу Спаяну Двери И Над Зелом Силеневые Ванны Как Дурак Оборил Слезами Услыхав Как Шуршат Усами Ни Француз Так Да Остались Гитара Сделай Пожалуйста Громче Гитара Сюда Опять Сюда Сюда Только Сюда А Шурый Голос Хорошо Слышал Здесь А можно Сюда Шурый Голос Поговори Поговори Со мной Мама Поговори Раз Раз Чуть Чуть Побольше Нет Хорошо Сейчас Мы споем Но Справедливости Ради Спустя Несколько Лет Вот Издевательства Над Шурой Добровольную Причем Так Добровольную Естественно В нашем жанре Все добровольно Потому что Откуда же там Чего взять Не добровольно Заманить то Нечем Вот Но Шура Дождался Я Через много лет С милостью Сюда Да нет Смазав Оброглел Сказал И попробовал Все-таки Сделать Какие-то Скажем так Аранжировки К Шуре Сейчас На мой выбор Потому что Ее песня Нравится Шура Мне нравится Из моих 300 песен Другие Своих Ему нравится На самом деле По большому счету Нравится 298 Писем А мне Только две И вот эти Из 300 И вот эти Две Песня Мы собственно Сейчас и споем Спасибо Шур Что ты согласился Я не мог тебе Так сказать Очень красиво Спасибо Ну иди-ка Ди-ка Пойдем Шур Сухат Песня Северо-Восток Покинув Северо-Восток Покинув Северо-Восток С которым Долго Был Моты С которым Долго Был Моты Под Покровом Темноты Пойдешь Притихший Городок Пусть Узкий Кулач Горь Его Звучат Несмелые Шаги Ты Не Подвластен В Эту Ночь Любому Местному Приву Охотья Садом И кофей Вот лицо Это Физ Свисает Мокрый Бахрамот Свисает Мокрый Бахрамот Убасоногий Ихромот Рассыпается Париж Риж По безлюдной Мостовой Раскинув Швею Желый Шаг Пойдет Последнее Любовь 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 Встречается С тобой Светящий Плюгер Пропоем Для вас Орех Для них Преду И мотив Мотив Но спящий Город Спящий Город Пойдет Пойдет Последняя Любовь Последний Белый Снег Белый Белый Снег Белый Белый Песня называется «Парень». Придите, скажите, Шура, как песня вот та называлась, которая вот… А он скажет «Париж» и уходите. Этот запах каштанов, ее парикам удоражит, Его словно старый коньяк, Толь она провожает домой моряка, Только только ее пророжает моряк. Эту летнюю полночь парижских огней, Их заметит успевший в ночи трубочист. Этот час неожиданно ставит речист, Обращаясь сквозь память, Винувшую к ней в той трубе, В той судьбе, Что давно забрала Все себе, все себе, Ведь себе все зала. Но ими ждут тем в углу, Закжермен забредется в подвальчик Ночной флор, Да раньше она подустала уже От измен, да и он ведь не мальчик, А дальше куда ж? По каким же бульварам И мы вместе шагать, И скупые друг друга Не слушать слова, Он, наверное, саван, А точно саван, И в обоим не хочется спать. Да и близок тот час, Когда утренний свет Елисейский тронет воляр, И луга, и авто, Зашов шаг по сбайке, И следствия на ней Останет цветная дуга, И моряк смело бросится В море страстей, И откроет в нем сотни людей, Как каума, Пока он коснется ее в ложный путь, И промолвит недорогой ее. Моря, 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 Вы прекрасны, Как сама-то там. Мадам, 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 Я ценитель семейных драм, Я любить не смогу без вас. Темночим, светлым днем, Этот город, что свел нас, И пусть сейчас что угодно Творится в нем. Хоть вода, Хоть вода заплывается, Пусть потока из крышь, Здравствуй, грусть, Здравствуй, грусть, Ах, Париж, О, Париж! Ах, Париж, Ах, Париж, Ах, Париж! Ах, Париж! Раз уж про Олю Егорову заговорили, а у нас с ней в этом году будет только один концерт, в Кирове пока. Показай. Есть у нас такое... Ну, я уже говорил про это. Ладно, не важно. Важно то, что я тоже на человеческих концертах этого не делаю, и, видимо, еще долго не буду делать. Там действительно очень разные вещи, там космические какие-то вещи, там все эмансы человеческих и межчеловеческих отношений. Вплоть до полного стендапа. Вот сейчас будет типа стендап такой. Сейчас мы попробуем, да? Я попросил записать фонограмму, у меня есть. Сейчас я попробую вам это послушать. Это уже просто вот о человеческом. Такое нить шло, очень человеческое. Так, я запускаю. Сейчас помню, так. Ну, хорошо. Такое нить шло. Да-да, вы порвали, это она. Неземная, волшебная, все побеждающая любовь. Вам хорошо вдвоем. Вы носитесь в облаках, как угорелые, смущая голубей и небесных и бэдэшников. Вы спускаетесь лишь наскоро перекусить и пересмотреть пару серий «Доктора Хауса». И вот однажды вы останавливаете, всего на мгновение, где-то по дороге от холодильника обратно к постели. Она как по лоху опускает лесницы и говорит «немного в сторону, дорогой». Я что-то плохо сочувствую. Мне кажется, меня дошли. У нас будет ребенок, вау. Прекрасно. Мы же любим друг друга. Она так мило капризничает, так грациозно помнеет. У нее появляется что-то такое новое во взгляде. Она уже не опускает лесницы. Да-да, дорогой, он действительно дрыкнул, дорогая, он действительно дрыкнул ножкой. Что? Ты уверена, девочка, но врач лазита сказал, мальчик, что? Нет, конечно, я на твоей стороне. Тут врач-идиот, что? Все врачи-идиоты. Дорогая, хочешь что-нибудь есть? Конечно, хочешь. Ты же теперь ешь все время. Ого! Что-нибудь шевелится у тебя на руках. Это что? Твой ребенок? Нет, серьезно, это твой ребенок? Но все вокруг так и говорят. Папинут ласки, папинушки. Вот папинут попка. Слушайте, какая попка? Стоишься с ключиками ласки, Улыбаешься пластмассово, как тот клоун из Макдонбасса. В голове одни голуби штрафа, одни бедешников. И тут оно у тебя на руках издает. Уэ, уэ. Как взморчивается, все изгибается. Дорогая, кажется, я путешествую. Ну вот, ну вот, теперь у вас все в порядке. Наша жизнь, нескончаемая череда открытий и приключений, начинающихся со словом «мы». Мы покушали, мы покакали, мы проснулись, потянулись, словно мы бухвы. Дорогой, дорогой, посмотри, доктор Комаровский пишет, при попавлении воду не кипятите. Я сквозь ника еще никто не умирал. Поскорее, милый, нам нужна вот та бутылочка, еще вот та простылочка. Эта гребеночка, еще матушка, преимущееся пустоточек левеноков, что за две шапки, за две гамперсы, дорогая. Я хотела, чтобы полу все чувства не крыться. Мне кажется, а не я. О, музыка Ольги Егорова. Песня, которая тоже звучит... Ну, сейчас я вспомню песню, она тоже достаточно древняя, но вот в отличие от многих древних песен, я знаю, что я ее еще буду петь, потому что как-то в ней получилось высказать очень многое с того, что выходит за рамки просто творчества или просто каких-то человеческих отношений. Единственное, два нюанса, почему я ее так еще редко исполняю, ну, помимо того, что она длинная и скучная, в ней еще есть такая щербаковщина в хорошем смысле. Потому что, вы знаете, ну, и тогда я очень стеснялся этого. Сейчас я не стесняюсь, потому что, в принципе, вы знаете, каждая песня диктует свой жанр. И более того, даже своего автора. Я знал, теперь я понимаю, что вот переписать ее невозможно, написать о том же самом, не о по-чербаковском, невозможно. То есть он нашел вот этот вот жанр, и в нем можно высказать, что ты хочешь. Поэтому, ну, да, да, там это есть, этот жанр придуман не мной, но в нем очень удобно работать. У меня одна такая песня есть, и я ее очень люблю. Она... о художнике. О художнике не только в большом смысле, но и вот, как бы, в самом прямом. Называется она «Боттичелли. Рождение Венера». «Боттичелли» — это персонаж такой очень интересный в истории Возрождения, потому что он совершенно не вписывался вот в эту вот извечную, оправдательную историю, что художник должен быть бедным, голодным и несчастным. Он не был бедным, потому что там были медичи, которые очень любили его творчество. Так что голодным он не был. Кроме того, его очень любили женщины, но как бы, несмотря на то, что он был достаточно, говорят, объемен и спорят «Боттичелли», откуда пошло это прозвище, то ли потому что у него это бочонок, то ли потому что у него отец был богатым бочером, который делал, ну, большая у него была мастерская по бочарному изделию, то ли Леонардо Давинчич, который жил в то же время, его так дружески назвал «Наш бочонок». То есть историки расходятся, историки, которые изучают биографы. Ну так вот, мало того, что мы еще и женщины любили, но он еще в собаку был, и вот это было особо невыносимо для людей, которые не были столь богаты, на которых Медичи не обращали внимания, и которых женщины не так любили, и которые вот, ну, не так любили. Слышно, с линейностью. И от лица как раз такого художника и написана эта песня, такой средневековый монолог, вот такой художник обращается к своему другу, неважно, как его зовут, я назвал это «Эрго». Следовательно, ну такой, как господин М. Наверное. Вот, такое вот подисловие, а ну, рождение Венеры, это же шедевр, это же шедевр. Это же шедевр. Написано человеком, который почему-то не был в городе. написанное на заказ. Все, ну, что ты будешь делать? В общем, это о средних веках, и все, как бы, вот, как романисты пишут, все пресечения, там, какие-то вот мысли о современности, они все абсолютно случайны, абсолютно ассоциативны, все только про то время. Здравствуй, какой попутный ветер к нашим берегам, привил твой взгляд торговый ринжу, что дела идут, и даже бойко вижу. При деньгах, при шпании, при удаче, правду, значит, наш старик в школе в пизе, он тебя считал, куда бы, чей прочь, впрочем, не на главном из предметов завалета. Помнится, ты был, и не видела, что дремлет в стоиле. Сколько лет прошло, как рисовать ты бросил, правильно должно быть сделано, нынче шарлатанов этих развелось, и проходимцев разных, каждый, кто однажды видел кисти, мнит себе, что он уже Франческо, Далапьера, скверный эрго, брат вокруг, ненавизинец равных, стоит ли вздыхать, о новой слай, и что еще глубей теперь о нашей старой слайе облака. Как ты по течению заходил, да ты поди, не знаешь, флорентинец, листочка, издать, новомодных, очень гордых, героев, с талантом хуже, прочь, вхожь в дома и сми, дочи знаком, болтают даже дружинку, вдруг сам пришел, просился брать уроки старых мастеров, ему падает по весе, флоринов мешок суил, я взвесил, выгнал, не так раз так гордился, образ дивы в пене, не был занятым, и бредил. У пад на флорины, падет тоже не из нищих, осенью меняю свой чердак на мастерскую, с видом девочка, на тумщице, и девочка богиня, что ты, длиннее бедра, и сгиб руки, а кожа словно фосфор, светит сыночью, небо мне вырисовать, а я как рад ложусь в постель, с ней до палитр в небе, все шедевры вятые, наутро грустные, что сухо, на ветвях садовых яблок, что мне делать, сервер, я не знаю. Знаю только, что добром оно не кончится, но разве волю боль оно, конечно, в нашем деле то, что божий лекарь протисал, но не об этом, друг мой, не об этом, одиночество, вышло внушать страх, не вред, что проходит, проходит так, как мимо жизни, и мотел моих, и сил моих, и той же боли мимо. Все тебе болтали о рождении и я, все помешаны в флорентице, то, где с какими лет, что ходил, смотрел, ого, в флорентице, где, где, где ты все ничтожное, мы с тобой ничтожны, ты, что ж грузы, скинули обратно, флорида, меня, наискута, на табак и тряпки, я, что ни на шаг, не лучше жду чего-то, все ворчу на время, глупые девки, темно в живот, а вечность, вечность, все уходит, верно, зря, ты бросил ее собрать. Спасибо за это, за это, давайте чуть-чуть и подключаем, ладно? Начинается самое интересное для кого-то одного, то есть кто-то задает вопрос, но обычно интересный. А всех, как Шур говорил, 298 остальных? Александр, это я. Спасибо вам, да, экспериментальный день. Принимаю благодарность данным случаям, потому что это был полный. Это интересно, просто про любимую белую ворону. Интересная история создания, и вообще все об этой песне, она один из лучших мотиваторов, антидепрессантов для меня. Слушайте, наверное, какие-то из песен, которые сейчас прозвучат в вопросах, мы все-таки слева и в конце споем. Так, ну, парочку, чтобы уж... Дело в том, что песни про белую ворону, отвечая тем, кто знает про песню белая ворона, там просто история связанная, она родилась в Принстоне, в одном из американских городов, который мне понравился безумно, где был концерт, где Принстонский университет, где нобелевских лауреатов на квадратный метр, согласно книге рекордов Гиннесса, больше всего в мире. Там до некоторых времен... Там преподавал последние годы жизни Эйнштейн, там же его мозг, завещал мозг Принстонскому университету, и там же этот мозг украли, до сих пор неизвестно, где этот мозг находится. Ну, там много, я могу сказать, там достаточно смешных и хороших, и включительных историй, но я зашел в магазин игрушек и удивился, какие там игрушки. Вы знаете, вот есть такие у нас терминаторы, которые вот, ну, там, разборно-разборные, вот эти вот все терминаторы. Там были тоже такие сборно-разборные игрушки, только там были... Там был Эдгар Алан Пол с горлом на плече. Это Принстон, ну, в общем, Принстонский университет. И, в общем, как-то вот мне... Я купил эту игрушку, и она так грела. А потом что-то... Ну, я любил когда-то Эдгара... Перечитывать Эдгара Алан Пол. О, кстати, потом я был в его доме, а это в Филадельфии. Ну, там другая история, там все плохо с ним было. Ну, ладно. Я начал перечитывать Алан Пол, даже не столько его, сколько о нем. И выяснилось, что, оказывается, Эдгар Алан Пол первый профессиональный литератор. Вот в полном смысле слова, вот в современном, профессиональном, который получал гонорары, там этот самый, ну, если не брать, там Шексприн. Ну, вот именно в том... То есть он получал заказы, он писал, он там жил только на этом, вообще только на этом, и больше ни на что. В отличие от Шекспира, он не ставил при этом еще свои же спектакли, не был актером в этих спектаклях, просто занимался литературным трудом и на это жил. Ну, так говорят, и жил плохо, как вы понимаете. Вот что должно было восстановить некоторых других литераторов, но не останавливает. вот, и «Белая ворона», конечно, написано в пику его знаменитому «Черному ворону», «Черный ворону», «Знаменитому ворону», там как раз «Белая ворона», которые... и там слова о том, что вот, нафиг, этот «Черный ворону» не хочется, потому что, знаете, когда сочиняешь, хочется еще быть преданным счастливым, вот, блин, ничего с собой не сделаешь, все равно хочется. Бог с ним сгиня... Вот не хочется быть гением. Саша, хочешь быть гением? Не хочу! Хочу быть счастливым в этой жизни. Вот. Не надо. Вот. И... И поэтому делась эта песня, когда как бы в пику, в пику вот этому мрачному состоянию, такая легкая, белая ворона залетела в окно, каким-то боком залетела в окно, и долгая... Там же масса всяких переводов. Это одно из самых знаменитых сотворений, у которых существует наибольшее число переводов. Сотворение ворона. Такая классика. Те переводчики от него ломают клюва. Обязательно. Но есть самые знаменитые, где, поскольку с английским языком у меня очень тяжело, потому что я французскому... Мне с французским тяжело, но, по крайней мере, французскому я учился, английскому нет. И поэтому я все вот как это never more, как бы произнести правильно, а потом я там по-русски never more. Хорошо. Так. Долго рассказывает, как мы не доберемся с вами. Вот, да. Сколько времени? 20 недель назад. Я когда-то в интернете спрашивал что-то о песне, посвященной дошлачеву. До сих пор стыдно за то, что... Какой фон? Да? Что-то... Ну ладно. Ну ладно. Я плохого не помню. А все-таки, почему она более нигде не звучит? Она звучит. Она звучит примерно два раза в год. Вот где-то так я решаюсь. То есть спеть, она очень тяжелая. Это вот одна из песен, в которой пишешь, у тебя депрессия две недели до, две недели во время, еще две недели после. И исполнять ее очень тяжело. Она получилась... Ну, она хорошая получилась. Она действительно получилась такой на надрыве. Ну, к этому надрыву, знаете, надо подготовиться очень сильно. Это отдельная история. Последний раз мы ее пели вместе с Сережей Федоровым на концерте песен Башлачева. И вообще концерт, посвященный Башлачеву, нас позвали в... в Чебоксары. И у нас там был концерт сначала для детей, для школьников, а потом для взрослых. И вот там она звучала. Мы там пели песни Башлачева, Дыркина. Еще, ну, это был такой общий, общий, посвященный ушедшим поэтом. И там, да, там я и пел. Так что пою. Ну, это просто тяжело. Есть песни, которые слишком болезненные. Александр, действительно интересно, действительно, то есть кто эта пьяная женщина, которая посвятили лучшую, на мой взгляд, песену. Не могу порадоваться этой записке, потому что не считаю лучшие песни. Песни, которые написаны стандартными. Это песня-пародия. Она поплёрнее, может быть, лучше. Это песня-пародия на старый добрый Рути-Гроу. Вот. Ну, смешная песенка. У нее рефлеент для тех, кто... Я ненавижу пьяных женщин, особенно одну. Она заканчивается так. Она очень похожа, знаете, можно сказать, вот у этого, Дремя-русская тоска, знаете, какой песни у Гребешкова? Почти такая же мелодия. А у Гребешкова это почти такая же мелодия, как и там, на самом деле, четыре автора до. Ну, это просто стандартная такая вот мелодическая. На нее хорошо пароль для писать. Я ненавижу пьяных женщин, особенно одну, это рефлеент звучит. Не было никакой особенной женщины, я просто... Не знаю. Вот мужики, они не смешные, когда напиваются. Они становятся дурацкие, они грубыми становятся, они начинают говорить о себе, они... Или еще в драку лезут. А женщины смешные. И, кстати, ну, просто у нас была одна женщина-режиссер, у которой это было очень показательно. Не то, что это ей посвящено, но это тоже какую-то... Она, знаете, она вот... Это как в анекдоте. Я человек не пьющий, но если я выпью... Да какой сто там? Десять грамм? Я становлюсь уже выпившим. Это совершенно другой человек уже, это взорвано. В этом сцене могу выпить сколько угодно, да? Это было удивительно. Переход от какой-то вот... Это было... Это было парящее над всем женщина, она там что-то там... У нее были идеи, там она делала эти стриптавли, все, и столбит, глоток, чего угодно. Это было очень смешно. Я на плане беззавидный, кстати, человек, ну, сейчас я вообще не пью, когда я пил, я вот до определенного момента допиваюсь, и потом спать иду, потому что у меня отключается. У меня вот это вот на злобу уже не приходит, потому что отключается раньше. Ну, женщины смешные, конечно. Ну, если они не скорят ее, то просто до радости. Так, исключительно. Я сказала. Не стесняясь, с большим удовольствием. А, извините. Александр, не планируете ли вы наложить на музыку? Ну, глобально нет. А, если продолжить, можно разгрыть на музыку про пьяную женщину и другие стихи, например, про хороших женщин. чтобы можно было танцевать, не стесняясь. Я ни разу не видел, чтобы эту песню стеснялись, танцевали. Чтобы, по-моему, все как бы с большим энтузиазмом принимают. Продолжить сразу вспомнилось, когда были... Поскольку у нас такой вот исторический концерт про то, что было когда-то, когда-то, вот в то времена, когда писались вот эти все ранние песни, которые были в Шуре и Теле, были такие мерзоянники. Александр Завынович Мерзоян в Дворницкой, на Пятницкой устраивал, значит, эти мерзоянники, собирались в барды, авторы, которые приходили и под его как бы крыло и показывали друг другу свои песни. У нас был вот такой стул, все усаживались на полу, там набелась человек 50. Такая среда была, отлично. Злобное место. Злобное место. Такое, на которое приходил человек с гитарой, пел что-то свое, ему все объясняли, почему он никогда не должен этого делать. Это все плохо. Потом он садился в зал, выходил тот, кто говорил, тоже не сладкий, и тот ему расстрел. Помнишь, Игорь? О! А потом Александр Завынович с такой армянской мудростью все это как бы высоко-высоко-высоко. Еще всех примерял, и все снова приходили. Это было замечательное время. И тогда как раз Гудеман первый раз после своей долгого отсутствия в России вернулся из Израиля и давал первый концерт. Ты помнишь это, Игорь? Это застало или нет, когда он, Мерзаим, дал нам задание сделать Гарики написать. И пообещал, что если кто-то напишет Гарики, который понравится Игорю Куперману, тот прочтет его на первом концерте в своем официальном, значит, Москве после долгого перерыва. И мы все бросились писать Гарики. Я почему вспомнил? Один из Гариков был «Может, ты, музы, друг?» Я сочинил. «Может, ты, музы, друг?» Нет, это сахи. Клал я свою музыку на твои стихи. Может, у вас такие смешные? Ну, это же первое, когда не умеешь ничего не сочинять, ты берешь хорошее стихов и кладешь на него свои три окорда. Я не знаю, там получается, знаете, что-то такое вот. Вроде никто из стихи это не узнает. Я вас любил, любовь еще быть может, моей душе угасла не совсем, и пусть она вас больше привожит. Я не хочу печалить вас ничем, и пусть она вас... Пока еще люди сообразят, что и так стихи тоже сделают. А мне повезло. Мне повезло, поскольку поскольку вот этот вот Гарик, один из Гариков, он, допустим, два Гарика прочитал, правда, он упоминал, кто его написал, он сказал, что он это, молодые там. Я написал посвящение Губерману. Чтят добродетели и презрев пороки, признав обычаи, горы, синаи, я все же рад, что, обрезая краю плоти, правильный не хватили через краю. Прочел на это. Ну что, давайте записываем пока все. У меня тут какие-то грустные признаки. Мне давайте тогда еще парнем. Лех, а ты будешь мне... Лех, ты будешь мне подредить? Так, висеть. Мы сейчас с тобой романс. Какой коньяк вы любите? Ну, я люблю вот этот, который французский розовый. Он такой, немножко розоватого цвета, этот, как его. Ну, не бог с вами, я жду. Какое ваше самое любимое... Нет, проскалейский, конечно. Проскалейский коньяк, это вообще лучше все пикать французской, это ерунды. Курвазия, вспомнил. Нет. Знаете, в Кисловодске, вот этот проскалейский завод, гениальный завод, там такой коньяк, его там, стоит его привезти на какой-то там международный конкурс, но он всех там закуревает. Это что-то не... Они не могут его делать, потому что не могут продавать. То есть, ну, ну да, ну, как бы, не налажено все как бы... Сгрустно об этом. Вот проскалейский. Но его надо найти еще. Он продается там, а то в ограниченных количествах, а на Грушинске всего его приводят Миши Грушин как раз из тех мест прям с завода. Эти, пятилитровые. Вот. Миша Грушин. С Юрой Грушин. С Юрой Грушин, конечно. Юрой Грушин. И вот тогда вот начинается, забываешь, что ты не будешь... Какое ваше самое любимое произведение из ваших «Ж»? Из моих «Ж»? Мое любимое произведение, наверное, долгое время это было, я умею смотреть, потому что очень уж больно получилось там как-то вот сказать так, как только я. Но я знаю, что вот никто бы так не сказал. И это самое главное. Потому что вот эти полтона, а любви, ну, вот эти вот нюансы, когда вот... мне понравилось, что я таких стихов не видел, поэтому пришлось... Знаете, иногда пишешь стих, потому что что-то тебя задело, и ты хочешь писать, потому что пока вот ты не напишешь, такой мухи творчество, такой зуд творческий, мухи творчество тебя покусали. И пока ты своего не напишешь, вот не успокоишься. А бывает, что ты не видишь вокруг именно вот того нюанса, который хотел. И мне очень важно было в этом, в этой ситлане, в этом песне показать вот это вот свое ощущение от любви, вот от чувства влюбленности, а любви уже, когда вот это и слабость, и сила мужская, она как-то вот становится все настолько непонятно, где ты слаб, где ты силен, но вот... То есть как бы и без всяких там соплей, но с таким... И я прямо вот так. Ну, вот написала и все. И мне очень нравится, что как бы ну, каким-то косвенным... Интернет, для чего нужен? В общем, чтобы косвенно отслеживать как бы вообще, что происходит с тобой в жизни, с твоей не слушать. Иначе обратной связи никакой, ты же не наездишься на концерт везде, да, не знаешь. И редко подходят потом, что ты говорят. А тут в интернете они пишут, они же не знают, что ты это читаешь. И это очень хорошо, что ты... Они пишут откровенно, они свободны. И, конечно, песню я умею смотреть, она перебила Машу наконец-то. вот где-то начинает. То есть я очень хотел бы остаться вот с этой песней, с вашей. Вот. Но самое любимое из последних это Вот Аркалова. Она мне очень нравится. Она у нас слишком новая, и она будет звучать в 23-й. Сегодня мы будем петь. Вот мне тоже по стихам очень нравится. Там типа Рабики. Ну вот. Короче, вы поняли. Мне нравится моя велика. Вот самая такая прозитивная. Звезды светят так ярко, что ослепнут к утру, когда родилась. Ну, не помню. Это песня, которую я оставила в моей жизни. Какой-то такой прям уж. Слюда. Как-то было написано. Ну, а это опять некий символизм, поэтому миру цель. Всегда какой-то постмодернен. Всегда цель, что, которое вот без постмодернен. Без цитатности, без какой-то вот такой просто романтизм. Так, ладно, хорошо. Идайте, Лёв, подписывай ещё одну, пока ещё одну минутку, когда идти. Песня «Белые крылья» на белой стене. Это городская баллада. Любые, ребята. Они хорошо речи. Это одна из двух новых. Что? Что на Рево? Ну, город на Рево. Я потом за ним число, понял, что я поэт не готовился, конечно. Потому что так как меня вдохновляет Москва, и вообще крупный город, ничего не вдохновляет. Причём в ту и другую сторону. Я люблю об этом писать, и это знание просто. У меня это чувствует. Причём не на таком уровне, там. Вот мы поехали по Тверской, там прошли, а на каком-то экзистенциальном мне нравится выглядеть за этим городом. Совершенно неоднозначным, конечно, совершенно как бы со своими какими днухами тараканами. Ну, чем-то вот как бы похож на меня, поэтому я нравится. «Дикой мятый» когда было написано, недавно, ну, она родилась, одна из песен, которая родилась из рифа. Очень редко пишут такие песни, там вот этот риф. Ну, и, кстати, хотелось её спеть. Одна из двух новых песен, эпиграф «Гори, гори, моя звезда» это не новая. Это вообще не хочу сказать. Так, всё. А давайте споём одну старую песню, которую я тоже практически никогда не пою. Я бы о ней не вспомнил, если бы не вот разбирался со своими две, точнее, таких песен, песен сегодня прозвучат. И если это хоть как-то звучало на каких-то концертах и романах, ну, кто, вот там я смотрел, спрашивал про Вергу, да, вот про эти все романсы, вот это первое, они все отсюда. Вот вы услышите какие-то нотки, которые уже потом, просто потом написались лучше, на мой взгляд, песни, и поэтому этот романс ушёл. А здесь сидит Саша Гудкин, который к этой песне написал такую иллюстрацию, что, видимо, эту песню придётся долго петь. Это романс не возращённый. Саша Гудкин Корректор А. Ветер в поле сойдется неистовый Снег лист коронит соневшие пристани Истое небо в безродном без палец Ты здесь, без тебя, никого не останется Здесь на постое времени сонного Бревна чернеют мостом, что смесен давно Исторная повесть, спрезанная Непоздний бедной бездорожный Ветер в поле сойдется Здесь ли взять все, что тебе напророчено Северный берез, настоянный горечью Росчернера над летными оградами Вечерность прошла, твоя мера оправдана Росчернера над летными оградами Ветер в поле сойдется неистовый Снег лист коронит замерзшие пристани Истое небо в бездорожном без палец Ты здесь, без тебя, никого не останется Берез меня, без тебя, никого не останется А может, мне? Шура, ты вот внёс что-то? Это один из самых сложных жанров. Это притч. Вся притч очень сложная, как писать детские стихи. Я давно хотелось попробовать и одну такую пасхальную практически причу. Она началась написать, называется она «Как один купец птичек накормил». Ехал купец с яблой. Все товары, какие были проданы, все барыши, какие мог, получили. Едет, радуется, да Господи славит. А и то, чего не славит. Лошадка бежит справно, повозка пустая, гремит весело. Хорошо, повозка пустая, да кошель полная. Будет купцу, чем дома похвастать. А только выходит так, что дорога ему длинная, а солнышко теплая. Размарила купца солнца, вот он и задремал. Так и не заметил, как кошельскую с брюшами из кармана возьми, да и обранили. Аккурат в том месте, где дорога к колонконеньке сворачивает, И дерево ветвистое, развесистое растет. А на дереве том птички божие с утра до вечера при свое щебетчу занимаются. Шел по дороге крестьянин. Шел последнюю козу продавать. Хоть и кормилица делать нечего, в избе хвост же, на шестой день не поднимается. И детки по лавкам сопли утирают. Видит, кошель на дороге, в пыли лежит. А в кошеле длиннет богатство целое. Заплакал от радости крестьянин. Оставил козу у дерева, да побежал скорее семью избыть, да и вручился. Шел по той дороге вольный человек с котомкой. В котомке всей снеги хлеба ломоет да кусок сыра. Вдруг видит коза посреди дороги. То ли заблудилась, то ли впрямь брошена. Что ж думает себе пульник? Видать, хватит мне по дорогам-то скитаться. Сам Господь подает знак. Пора дом заводить, да хозяйством заняться. Бросил посох, оставил котомку. И отправился с козой в ближайшие деревни. Жизнь новую начинать. Шел по дороге нищий. Бродяга-бродяга, милый да и нечего самегалория. Видит котомка брошенная. А в котомке еда. Хлеб ловил да сырый кусок. Пир да и только. Впервые наелся за целый год. Лег в тенек дерева сдремнуть. А крошки в бороде остались. Слетелись птички. И у них пир. Птичкам радости. Поют. Да Господи Бог охвалит. Очень приятно. Услышал Господь, как птички радуются, до хвалы поют. Послал за тем купцом, что кошель на дороге обронил. А тот за босонье не поймет, в чем дело. Знает, глаза трех, да по карманам хлопает. Пропажу ищет. Ободрил его Господь. Хоть и не по своей воле, а гляди, говори. Сколько радости в мир принес. Сколько божьих душ порадовал. Зато, говорит, хочу наградить тебя. Говори теперь, чего желаешь? Задумался крепко купец. Почесал затылок. А потом он говорит. О чем мне желает Господь? Верни ты мне, дурок, у кошеля мой обронил. Я больше ни о чем просить не буду. Потому как грешен Господь без меры. И не готов еще до наград твоих. Опечалился был и Господь. Снова желаемое-то исполнил. А купец развернул повозку. Да по той же дороге обратно тронулся. А когда дерево метлистого развесистого доехал. Остановился. Да бросил кошель на дорогу. Будто бы сам обранили. Подождал чуть-чуть. Покрестился на колоколик. И поехал себе до дому. Кряхтя и радуясь знал купец. Только та награда напомнила. Что сделала она. И только то добро, что по своей воле и от чистой смерти. Слушайте, и вообще вот песню... Я не знал, что она такая... Что? А, нельзя, да? Нет, нет. Ну, я просто смотрю. Ну, и со что я ее возьму? Свою песню? Слушайте, а эту песню я просто откопал буквально... ...из ниоткуда. Оказывается, вот такая была. Сейчас-то, конечно, я такую же не написал. А жаль. Она вот в продолжение происходит. Не пугайся. У этой песни... Это не песня, это романс, причем другого плана. Должен быть, наверное, бигров не жилей, но зову не плачу. Я. Спасибо. А еще мы с Левой сегодня, а я вчера, мы были на фестивале в Сергеевом посаде. Это называется «Журавлиная Родина». Вот там надо было это песня. Скоро разлуки, дорога полынная, Было ли не было, все решено. Слышу, курлычет печаль, журавлиная веткой сирени выбьется в окно. Слышу, курлычет печаль, журавлиная веткой сирени стучится в окно. Кто нам сокрикнет, и гостям непрошенным? Кто отворит заположную дверь? Может, и ждали мы только хорошего? Может, и ждали, да что уж теперь? Может, и ждали мы только хорошего? Может, и ждали, да полно теперь? Вот и осыпались листья смородины, Только и сил, что ждать, и не обещая их. И утешать свою бедную Родину, Слышать печаль, и бежу уравлей, Вновь утешать свою бедную Родину, Провожать гадца журавлей. Вновь утешать свою бедную Родину, Провожать гадца журавлей. Субтитры создавал DimaTorzok Ладно, я где-нибудь придумаю окончание концерта, чтобы можно было продолжить, а кому надо уже попередать по поездам в том числе. Я обещал прочитать про бегемота, и в последний раз я это делал очень давно, и не буду делать впредь, это единственный концерт, наверное, вот такой. Слушайте, потому что он... Ну нет. Это было написано несколько лет назад, когда еще над этим можно было шутить, когда еще это казалось смешным, когда в этом не было самого страшного, что может произойти между людьми. Вот. И поэтому, ну, давайте три года назад куда-нибудь, знаете, где эти газовые войны еще как бы вот, как-то вот все вот, где там выборы, болотные, манежные, вот, ну, еще как бы вот все это было, это был еще предмет. У этой песни очень интересная история я написал в море. У тебя был на Кипре, а на Кипре есть одна беда, там слишком хорошо и нечего делать. Вот, и там все ровненькое такое, абсолютно вот ровное. Я очень хорошо плаваю, я обычно там заплываю далеко, и туда пока еще плывешь нормально, интересно, обратно уже скучно, потому что дорогу знаешь. А плыть еще далеко, и мозг начинает бунтовать, и ты, чтобы не соскучиться, начинаешь... И я решил для Лески сочинить такой детский стишок про бегемота. Знаете, бегемот наоборот, и он бы остался детским, если бы вот не все то, что я рассказал до этого. Так что я его сегодня читаю, но как бы из-за три года назад, вот оттуда, из-за четыре года назад. Бегемот наоборот, часть первая, человеческая, детская. Что случилось в зоопарке? Сторож носится в зоопарке. У него под Новый год, среди всех других забот, из-под носа, из бассейна, испарился, без сомнения, самый редкий, без сомнения, самый ценный бегемот. Этот самый бегемот делал все наоборот. В зоопарке тьма народа, он давай нырять под воду. Время клетки запирать, тут же просится гулять. Летом самый ясный день, у него одна мигрия. Звери бегают в припрыжку, зебры, кролики, мартышку, скачет дружную гурьбой. Он наружу не ногой, так и прячется, как крот. А зимой, наоборот, только выдается мороз, все под клетком прячут. Воз, все вздыхают об июле, пьют от насморка пилюли. Все, вот тот, что не все, бегемот во всей красе, с детской курткой в охапку, нахлобучив шарф и шапку, хоть дразнится не лицу, всех зовет на улицу. «Эй, вы сонные мешки, выходи играть в снежки!» А на днях, на именинах, услыхал от двух пингвинов, что от них наискосок, через каменный мосток, за дворами, за кустами, за жилыми корпусами, возле площади с часами открывается каток. Бегемот не будет разимен. Тут же в зоомагазине пару новеньких коньков прикупил, и был таков. Аккуратно искосок, через каменный мосток, между дорогами, между целью, между целью, прямо в часами, где, извольте, видеть сами, в детской куртке до пупка, распугавшей пол катка, фигуристом на беду появляется на льду. Ули-лю-ли, ду-ду-ду. Всюду крики, всюду вои! А оркестрик духовой, не иначе с перепугу, вместо буги выдал фугу, да и туришь на губах. Бедный, 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 бах. В общем, векте и векте, только в этой круговекте где-то добрых полчаса продолжались чудеса. Расскажу, как есть безвраг, значит, дело было так. Для начала, бегемот. Подобрать слегка живот. Ни разочкой не споткнувшись, разбежавшись, оттолкнувшись, выдает двойной тулуп, и затем на шесть минут фуэте энтроша. Люди смотрят, не дыша. Представляете картину? В тонну весом балерина, что кружит оркестру в такт, и вот это, и вот так, всем на зале с чемпионом, с перуэтом и с поклоном, в лыжной шапочке с помпоном, подмычание зевак. Удивляется на ногу. Кто за чудо бегемот, из каких-то таких заморских, к нам пожаловал болотом. Позабытый крикевой, бегемот-то в доску свой и танцует, и танцует, между прочим, как родной, лучше нашей родной памяти. Позабытый крикевой, бегемот-то в доску с водой, это и уже было. Все стоят, раскрывши рот, снег летит, зашива рот. Часть вторая. Ну, то есть, мне еще надо было заканчивать, но еще плыть было долго. Часть вторая. Краткое содержание первой части. Что служит за забыль? Сторожности за забыльками, но по-другому году так делается бегемот, и вам просит спрыгать за изменение. За изменение существует, где-то окажется, как бокс, приведет нас поклон, даже шаги не было, а вокруг толпа зима. А за полчаса до боля, в кадре крупным планом Кридрёвский курант, начинается такое, что ни в сказке не сказать, ни в 3D не показалось. Как потом писали в ленте, все случилось между третьим и четвертым по АДД, постовой ГИБДД. Иннокентий Клоунадов доложился куда надо, и минут так через 5 негде стало танцевать. Отовсюду все на страх, как в крутых боевиков налетели репортеры, а потом парламентёры, слеп затем карабинёры, билетёры, контролёры, остроглазые вахтёры, разменённый сапёр, раз-сапёрные минёры, вертолёты и планёры, даже бронетранспортеры и шпионы в париках. С ними дядька с ФСБ, в общем, нифига себе. Площадь переполошили, и бегемота окружили, и застыли. Не древля ждут приказа скрипла. Ули-люли-толли. А один из репортеров, ну, пошустрее других, как из воздуха факир, сотворил прямой эфир. Тут. И сотворил прямой эфир и вещает на весь мир. Тут у нас, как нитим нитим, по всему стихийный митинг, их народный предводитель неопознанных пород. Ход циркач, видать, добротный, не смонежный, не сболотный. С виду вроде бегемота. Ну и в целом бегемот. А за первым репортером, пошустрее всех, которые другие репортеры, потихоньку входят в раж, продолжают репортаж, загружают в Твиттер фото. Вот оркестр, вот фагота, вот шпионы вертолёта. Вот без шапки и коньков сам герой в полуоборота. На него идёт охота. Вон плакаты, вон разведка, вон пехота, вон плакаты у кого-то. Руки прочь от бегемотов и общественных катков. В общем, тут расклад таков. Не дошло бы думаков. Бегенот, небось, расстроен конфискацией. Так в разгаре инцидента шумно шёл этот репортаж. Тот, трудясь по мере сил, без дальнейших размышлений принял верные решения в новогоднем обращении бегемота от судей, без балды. Трубы не станет. Он сказал, вот вы, товарищ, извиняюсь, бегемот, поступили очень плохо, став звездой переполоха и в глобальную эпоху нам наделали хлопок. Вы не знаете, наверное, но скажу вам откровенно, не такое нынче время, чтобы зря мутить народ. Я тут вам не дурью маюсь, из-за ваших извиняюсь в кренделе и фуете в нашей сказочной державе план по газу не дожали. Хлебок нас подорожали из-за сады славы. И пока он обращался, и пока он возмущался, и пока он обещался заступиться за народ, за окошком начинался. Как-то незаметно. Начинался сам собой, но оно начиналось. Начинался Новый год. Только главные куранты первый раз сказали Богу. Все на свете демонстранты попросали транспаранты. Все солдаты-автоматы, все пилоты-вертолеты и айда домой бегом. Кто к подруге, кто к семье, кто покруче к сомелье, кто попроси к антрикотам, кто к домашним эскалопам, кто к любимым рижским шпротам, кто к солдату-оливье. Как последний бомб раздался, бегемот один сдался. Он глядит себе кругом, а кругом один погром, а кругом куда ни глянь, будут только что промчались три тайфуна, пять пожарить, шесть мамайев, сто аттил. Ничего себе, товарищ, накаток на солнце. Бедный, бедный бегемот, он хотел наоборот. Он хотел, чтобы весель, чтобы помпоны, чтобы коньки. Почему всегда веселью так мешают дураки? А теперь глядит вокруг, а вокруг все вон из рук, от помпонов ни следа, ни следа одна вода, ни следа одна лишь память, да и та не навсегда. Будто сам мозг главстройком по катку прошел катком. Бедный, бедный бегемот ничего не пройдет, и обратную дорогу потихонечку придет. Тут я добую наконец-то. Берега села всыхать и написал третью часть, она короткая, это такой нарратив от автора. О, боже, тогда это все было смешно. Как же здорово порой быть не стражем, не героем, не народную горе бою с транспарантами в руках. Как же славно быть, однако, бегемотом, или приматом, или крошкой сурикатом, или кошкой в сапогах. Хорошо дарить подарки, хорошо налить заварки, из столовки в зоопарке хлеб стащить с под тяжка. И с веселым другом рядом спеть под елочкой гирляндой, как росла, она нарядно, как на праздник к нам пришла. Светок сыплет снежок, шишки падают в кружок, у порога бродит дрема, кто-то свет в окне зажег. Все в порядке, все спокойно, бегемот сидит, довольный, сторож тоже спит, довольный, президент, и тот довольный. И вообще все довольны, потому что Новый год. Ночь сопит, открывший рот, снег летит, зашива рот. Приказ с этой темой закончим, закончим концерт, и мы сделаем. И оказалось, что есть в загашниках, есть в черновиках песни, недавно мы ее вспоминали, к сожалению, и вот, видимо, ее придется вспоминать энное количество еще времени, потому что она стала не то, что менее актуальной, к сожалению, еще более актуальной. актуальной. А, вспомнил. Точно, точно. Начинается. Несколько. Несколько. Поехали. От дойствия лет, от войны и обмана, от какой будет слишком засушливый год. Народ призовет и вас славит тирана Тиран призовет сын в мире в народ Когда он найдет самый маленький город На карте огромной, как небо страны Я знаю, приятель, что в городе этом Как питать окажемся мы Когда по законам любого романа История вскоре свершит поворот Народ проклянет из себя и тирана Тиран проклянет свой бездарный народ Когда он решит в виду и свободу Из задниц неверной, как ветер страны Я знаю, приятель, что мы-то на злое Как никто не сними вышли Как лёжи под сеньем из столетнего язва В погоде пробьются живые гости Когда у тирана откроется язва Когда он заводит от смертной тоски Когда его слуга в надежном позоре Уже не найдет за кого-нибудь казни Я знаю, приятель, что мы-то на злое Огни дать останемся жить Мы, мы останемся жить Мы останемся жить Мы, мы останемся жить Наверное, я сейчас последний текст прочитаю И мы споем ещё одну песню И на этом, которая официально сейчас закончится Может быть, уйти, а может быть, остаться Потому что мы тогда, я буду так и читать записки Отвечать, и мы будем, наверное, петь песню Которая, как или иначе, встречается Это ещё одна сказка Это последняя сегодня будет прочитанная Опять же, давайте учтём, что это было написано В то же примерное время Ещё раньше, чем «Бегемот» И лучше бы Лучше бы она не была написана Потому что уж больно всё так и есть Называется «Забитки» В один придовой сельмак Завезли как-то свежие залитки Хорошие залитки Такие забористые Таких в селе давно не помню Очередь выстрелилась Люди с утра занимали Хоть им удрили за прилавком по две залитки В одни ромки Но народ быстро приладился Все родные пошли Стариков с плечей поснимали Малышню с уроков Весь день залитки товаром топчутся Двумя завитками оттовалится И по новой очереди занимает Из города корреспондентши Накрашенные приезжали У директора сельмака Про завитки допытывались Как новый товар на селе продвигается Каким спросом пользуются У народа население Директор сразу важный Такой стал носом в руках Мишмэль говорит Сапоги, штиблеты, переобул Фердеперсовый галстук наребился План, говорит, по товаруобороту В этом квартале перевыполнен На 203% с копейками Новый товар представлен В полном асоцименте Пользуются у народа Смень большим спросом Завитки ваши пачками берут Потому как давно накипело Корреспондент Шеврат К себе на телевидение поехал Довольная А в селе новое обстоятельство Сельмак-то небось Не пупермаркет какой Через неделю опять пустые Прилавки нарисовались Протоптался народ у двери Пошумел по матери Да попрел бы сварился Кто успел, тот и съел Кого завиток на один зубок У кого полный запазуха Кто в погребе на красный день прячет Кто с собой таскает Другим в нос тычет хваст Так и до воровства дошло Местный участковый с ног сбился Собака его полезная Служебное вредение Последний нюх потеряла На рынке шпикурянты Объявили завитки Из-под пола достают Да втридорого с народа требуют А все одно такие находятся Что завитки берут Да еще и радуются Про село это самое Потом по одному центральному каналу Большой репортаж показывали Ну 13 минут с рекламой А в рекламе понятно Про завитки опять Дескать, что это Другие берут А вы что хуже И вам надо Начали умельцы Те завитки По всем углам шлепут Да деньги на них заколачиваются Сперва значит частным образом Затем корпоративным подрядом А там и государство Похватилось Совместных предприятий По это дело пооткрывали Специалистов завезли Ну а сырьем Понятно своим обошлись Немаленьким Экономисты на новый товар Не нарадуются Ну прям не завитки Чудо какое-то экономическое Чем больше ты их родимых сбываешь Тем больше их родимых К согражданам требуется Не знаю сколько и времени прошло А только в государстве Куда ни глянь Одни завитки остались Что до прочего Чего рубахи Там булки Такой не Это хоть шаром покатить А завиток пожалуйста Начали к соседнему государству Присматриваться Уж больно там Как-то вот я не знаю Хорошо жить стали Никаких завидок не хватит Тут и генералам дело нашлось Они же генералы давно уже Стратегические планы вынашли Как соседское добро Ловчей к рукам прибрали Их-то до поры не слушали Не до того было То в очередях толкались То по закромам шастали А теперь глядишь И очереди упразднили И закрома позакрывали Никто не торгует Не шастает Не толкается Все себя завидуют А в другом государстве Другая беда Там сельмаги Обидки завезли И тоже понимаешь Хорошие забористые Там своя корреспондентша Нашлась И директор сельмага Свой И экономист И генералы тоже И все в обидках Простой люд Не работает Не женится книжек Не читает Семечек не узбит Все обижаются Друг на друга Дуются Ругаются Чуть что сразу Бумажки строчат Для разбирательства В судебном порядке В общем Обидок накопилось Хоть войной На соседей идти А соседи Вот они Тут как тут С своими завидками И с генералами Во голове Как и полагается Вышли оба войска В чисто поле Кто кого значит Шепчей порубать Справится За одними Завидки С поборами За другими Раздоры С обидками Долго бились А все бесно Нет Ну как одно государство Вот-вот вверх возьмет Так другому Обидно становится Как другое государство Побеждать на тужице Так второй Завидки Пырут Как вы там не думаете А надоело Солдатам Замече делать Воевать Начали они Между собой Брататься А вместе с ними Завидки С обидками Такой винегрет Получился Что хуже Прежнего Ни домой вернуться Ни соседу Пожариться Делать нечем Затянули Пояса Потуже Пошли Мыкаться В тридевятое Государство В Заморске Там По слухам В местной Сельмане Как раз Подлянку Попробуем Я вообще Дышу Раз Раз С каким Писом Это Не Старая Песня Достаточно Новая И мы ее Исполняем Еще не кончена Война Еще не брошены Знамена В глаза Твоих солдат Такая Синева И сонки Вечерна Губа Невана Пахнет Молом Верно Какая странная Судьба Горькая Горькая Тосада В лазурных городах Под крик Писер на волнах Под крик Чарик В небесах Пахнет На землю Пахнет 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 Прямой Трубей Отбой Кровень Историю Примерой Перец Нерой Поэ Напомнить Откомник Лазурь Война Патрук 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 Водопли Зелось Волкан Тогда Назад В того Волкан Под тем же Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще не кончена война Еще не кончена война Еще до спятившей поры В знаменах и домах сужается в зрачках Чужое небо на холстах Субтитры создавал DimaTorzok 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 Отдал он всю одежду Заставлял Дозавал Запирать себя снаружи Просто отдавал всю одежду И пока не напишет, там сколько Это не входит У меня конечно, таких экстремальных нет Но мне очень помогают безделья Такое святое безделье Если вдруг получается День или два Не имею чем заняться Я занимаюсь какой-то ерундой Мне после этого Так становится стыдно за эту Это, что я тут же сажусь и начинаю очень плодотворно писать. Такой вот хитрый ход. К сожалению, не так часто удается. Так, делись по жизни. Приоритеты при принятии решений. Концерт книги «Семья, ребенок, общение, саморазвитие». Ну, ребенок, потому что с собой-то еще можно подождать, а у него приоритетов нет, он, значит, все требует себе. Вот, в остальном, значит, ребенок. Книга, это, в смысле, читать, да, что-то? Ну, если писать. А, в смысле, писать. Вы же еще и книги пишете. Ну, к сожалению, еще. Не хватает самодисциплины той же книги. А что же я так так делаю? Это стихи. Это не книга. Не, 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 сборник стихов очень отличается от книги. Мне немножко круто все-таки. Ну, вот немножко, на немножко хватает в рамках, там, вот, в пределах нескольких страниц. А так, глобально, у меня есть одна идея. Ну, она уже 4 года, так что ей это идея и все это, ну, не важно. Даже говорить не буду, потому что, может быть, когда-нибудь. Я думаю, вот, лет через 20, когда я совсем никому не нужен был, я заведу себе кресло-качалку, блядь, я опошаю кресло-качалку. Все, вы знаете, какая самая лучшая кресло-качалка оказалась? Мне она так понравилась в одном доме. Я говорю, слушайте, вы, блин, вот такой вот, с таким упорчиком, с таким, да, она, оказывается, для кормления молодец. Безумно удобная и хорошая, и ход у нее плавная вообще. И самим, ну, раскачиваться не надо, она такая вот, так сказать, котечный двигатель. Вот, и тогда я буду писать мне эту книгу. А саморазвитие общения, общение, я вообще не общительный человек, я вообще этот домосед и этот, как это, мизантроп, да? Ну, то есть, он, да, да, абсолютный. И мое счастье, что как-то оказалось, что моя профессия, которая тоже оказалась, к счастью, неожиданно, оказалась эта профессия. Я всегда думал, что это хобби, пока оно не вытесло все остальное. И оказалось, что это, оказывается, профессия, и больше у меня что времени остается. Так вот, если бы не эта профессия, которая заставляет меня где-то полгода в год, видеть дома, как бы быть под цветами страны, но города, то, ну, я бы, наверное, так и сидел бы, образ стал щетиной дома. Никуда бы не уходило, мне было бы тоже хорошо. Но я полюбил общение, я полюбил вот это вот, как бы, вот эти поездки, перевески. И в этом тоже не свой кайф, когда ты в это въезжаешь, это тоже становится... Считаете ли вы себя Богом поцелованным? К сожалению, нет. Не считаю. Ну, вместо-то еще не проросло, куда-то вот какое. Пока нет, пока только хочется. А можно в качестве бонуса, чтобы спел Лёва? Плиз, можно. Споем. Лёва, подумаешь, что ты споешь? Можно, конечно, я вам хорошо поеду. Ночь Демиурга. Можете поделиться историей созданий, если слишком лично... Да там все слишком лично. С греческим именем, с древней судьбой. Что за отсылка? Слушайте, помните песню «Когда ты станешь меня не любить»? И это первая из написанных таких вот серьезных песен. Вот эта вторая, у которых одинаковая судьба, они были написаны за неделю, две, три до того, как все случилось. Поэтому с греческим именем, с древней судьбой, было за две недели, для того, как случилось это с греческим именем, с древней судьбой, именно все по тексту. Это удивительно. Это на самом деле удивительно, как это происходит. Это только доказывает, что, в общем, как-то надо осторожно со словами обращаться, потому что они каким-то образом... Если они в правильном порядке поставлены и как-то правильно вышли, то они имеют с собой эти свойства сбываться. Какая связь с казачеством? Спасибо. Связи никакой, к сожалению, но фамилия, собственно, она оттуда, из Запорожских. У меня дед чистокровный хохнул. Сам я чистокровный москаль. У меня вообще, конечно, вся эта вот история... Когда-то у меня... Я пытался четверостишей какой-то, было, я сейчас не вспомнил, что-то между двумя народами. В общем, самая расхохлятская фамилия, самая расхохлятская, там, с каким-то расхохлятым москальонным. Ну, действительно, я все детство... Ну, все детство, все лето, это же детство, то есть летом, когда меня родители сдавали дедушке из Украины. Он жил в Каменецко-Топольске, и я там все лето с ним, там, по всем этим... Он процентом был, профессором. А это... Книги писал в истории Левобережной Украины. На русском языке. Его переводили на украинский, поэтому мы сейчас этим книгом учились. Он раскопал в этой книге, что нашего с ним предка, куриного атамана, червину, польские паны посадили на кол. С тех пор не в Польшу линись был. Ну, а на ней не только моего, они же этого, а Андреа. Да, ну, как-то тоже там нехорошо получилось с полячиком. Да и вообще, и с Лжедмитрием тоже некрасиво. Вообще, как-то... Я все народы люблю, но вот в накол-то за что? Вот, так что где-то там что-то есть, но, конечно, это не... Уже во втором поколении так все... Я Москва. Просто я здесь вырос, здесь живу, здесь пропитанным этим ядом московским. Которым возвращаешься, который любишь. Так что, к сожалению, никакой связи с казачеством. Сань, а про дорогую рыбу-то? Ну, в рощу учудить или убирать? Ничего как-то сделать, что-то есть. Удить? Нет. Как она возникла? А, рассказать, наверное, изучить. Ну, что-то больше успелось. И про кого? Про что? Как она возникла? И про кого? И про что? Нет, не могу. Это лично. Не могли бы вы рассказать про Красный квадрат и Айя? Про Айя с удовольствием расскажу. Айя это из тех песен. Знаете, у меня есть этюды тогда. Ну, сейчас самое настоящее сейчас. Я их называю этюды. То есть, когда приходит в голову какая-то мелодия коротенькая. Или обычная мелодия уже со словами какими-то. Я их быстренько раньше на диктохончик носил с собой. А сейчас он диктохончик в каждом девайсе. болтал перезаписал это вообще это фетиш если я помню в линейку что написать все ничего или синие ручки нифига только черные ручки только а если что на пружинки вот но потом значит компьютер это все конечно потерял но тогда это было очень интересно и вот а еще из тех времен как читай началу этой вот песни и припев лет нас наверное да я этот редкий случай когда это время этого не знала чем не пишу просто ну как с машей строчку написал строчка за вот а как раз я знал про что я знал что надо накрутить вот это вот соотношение взрослого человека и молодой девочки все это накрутить по днях по дням их каких-то словечек это должно быть все вот вот и на этом такая рефлексия на контрасте мужик с которой не понимают что происходит и я понимаю что я выбираю что ни хрена но у меня тогда не хватило ни мозгов и мелодии вот чтобы это как-то напридумывать я знал что там должно быть но не знал как и вдруг лет блога спустя вот когда было 5-6 назад вот я ее нашел бомбок спел себе сам я во всю как бы пошло я я просто до этого как раз работал в европе занимался там всякой рекламой косметики там вот от духов я про это столько знал сколько я про это вам рассказать могу с какой бочки все это наливает и сколько на самом деле стоит и как косметику там типа шанель и буржуа чем она отличается ничем надо неважно ну в общем я в этом очень много знал и был в тренде и тогда легко было я уже знал все и посыпались эти названия надо было сочинять я их все знал эти бренды и она легко родилась дальше придумывать про красный квадрат болезнь такая штука да но это это вот то это то что потом подробно все время проходила тоже очень очень важно это последняя из этих из песен об этом я могу сказать она самая удачная потому что она еще включает вот это узнаете на художник с ружьем и там она начиналась и там проект художник на войне это ну как бы это что должен это невозможно это один из тех ответов на которые вопросы на которых нет ответа должен ли человек творящий созидающий красоту брать руки ружье и все убивать импрессионисты они решали каждый этот вопрос по словам это только один пошел он погиб остальные закосили что называется придумали ну но все равно это болеет это каждый для себя решает и тут нет должен ли поэт писать об этом не должен а чем он должен этот момент призывать к музам или писать о пушках и в красном квадрате просто была первая попытка но она была когда этого не было а можете рассказать историю песню парабеллу не так интересно просто есть песни которые вот действительно рождались потому что не могли не родиться а есть какие-то такие вещи которые за ученические потому что они должны были родиться чтобы написать еще что-то оказалось такой прикольный паром был ансамбль отряда александр которому нужны были такие письки и как-то сама мозги же работает самому то что вокруг у меня очень много писалось таких песен которые сразу знал что не будет играть коллектив а когда пишешь песню для коллектива хочешь не хочешь появляется какой-то игровой момент ваша хорошая песня нравится кто спросил особой истории создания никакой просто удачная какая-то вот форма обличение это все вот с этим война любовь это был слышать александра вашем сотворении плотаться чувствуюсь . стали педотин калихал золи скажите пожалуйста что нас называется прекрасным городом к сожалению в этом секторе не единственный строчек который потому что длинный не только дали для ритма она нужна была для определения местности вот как бы далеко от от шума городского там была тема не знаю какие-то вещи приходят с это но это стихотворение вот одно из тех которые не стыдно и которые хорошие недавно ушел один очень хороший человек после его ухода его жена позвонил и сказал что совсем-совсем он почему-то ну там же вот эти строчки последние он их говорил все время и считал смерть придет медсестрой с изболивающим улыбнется легко и счастье это из тех вещей которые которые описывают некие состояния пограничных которых ты не бывал но я думаю что я тоже произносить чтобы как появилась песня песню из нищего в переходе сделал ульевский который однажды читал это как хип-хоп и сделал это прекрасно это очень интересная песня получилась так они сотворение нищих переходе это появилось ощущение вот этой вот ну собственно просто пришла в голову эту историю шла голову этот переход этот этот спившийся скрипач и вдруг а дальше это знаете как раздвижение пространство просто бытовая история веще скрипач пьет играет давно когда-то был кента списку и вдруг этот переход становится уже то есть начинается причине когда все разрастается разрастается и там тоже тема чудо не волнит от ощущения очень многие вещи появляются от томление от некого ощущения неуюта томление чего-то такого когда ставит у кого-то было уже когда становится всех жутко жалко она родилась метро это я точно помню потому что я тогда ездил в метро довольно часто и это прекрасное место для одиночества жалею что сейчас так приходится больше на машине передвигаться по разным причинам и не то это не в метро всегда приходили все умные мысли все строчки все мелодии потому что такого одиночества как в этом вот огромном толчье когда все едут и все со стеклянными глазами и все ни о чем перевод так одинок в этой толпе то что называется то есть это особый вид одиночество одиночество такой мощный для меня стимул для написать я и смогу с вами делать нечего глаза жалко портить как бы едешь и знаешь что тысячу двадцать минут больше ехать и ты один тут ты вообще один и мозг начинает работать и вот это вот ощущение тоски чего-то не в один прекрасный момент так жалко всех стало вокруг меня и себя жалко и жалко и вот этот пришел образ этого скрипача интересно для тех кто не понимает о каких песен пойдет это имеет какой-то вообще как родилась песня верба кто служил прототипом героиня там есть героиня я не чувствую просто героиня но пока не я писал не делай я писал о себе больше а песня родилась я писал для мамы мама песни не слышала не услышит но потому что не хочу показать просто однажды она ко мне подошла и сказала количество лет назад что у меня родители уже очень взрослые очень очень и ну я не атеисты убеждения по времени ну то есть они выросли в то время и жили в то время когда актуризм это был нормальная естественно как бы реакция человек на происходящее вокруг и вдруг она буквально так давно вот когда накануне этой песни то что саша будет переститься а в чем ты это сделал зачем он пошел в свою комнату и начал писать эту песню а потом она превратилась и меня в мою историю как раз вот почему насчет бога поцелование это песня поиска это песня человека который еще и ищет но она очень хорошая получилась искренна и отец дмитрий не очень любит всегда просит на концерте когда мы приезжаем в гиппетске на кипре там же огромная история там с еще разговаривали которые знают это песня но она правильная песня это песня человека который ищет но ищет правильно саша увидим ли мы продолжение про автора на больную мозоль я очень хочу как то вот под особый состояние души кто не знает о чем речь вконтакте есть такое сообщество про автора но не сообщество просто публичная страница для писал как раз вот оправческих заморочках а все поделились за тела был очень хороший диалог люди отвечали сожалению что меня не порадовало авторов было мало останова отвечали слушатели но это тоже был очень полезный и интересный диалог там такие на вылки небольшие про все праву творчество про купликса авторский про по сцену про то что происходит на сцене что стоит за сцену как пишется что обещаться дорогой александр расскажите пожалуйста кому посвящена песня 1 и как она возникла видимо значит ничего сильно с этой песни не связано видимо это одна лица этих писем приходе ученичество когда что-то писалось просто потому что на тот момент должно было писать вы еще понимаете что не все все-таки пишется так не совсем уж от сердца души иногда что-то пишется просто ради форм то что мы все учимся авторы и освоим какие-то новые формы новые ритмы для себя новый язык иногда и это надо разминать не таких вот мне кажется что песня 1 рождалась как такой рабочий длинный тюб как что-то я пробовал в другом последняя торжественная записка можно и по этому поводу диск подарю человек конца последний просто она была кстати и первыми расскажите про крышу красный квадрат сказал крыша но это как раз из тех времен дворниц это совсем древние песни это тоже подражали щербакова но из тех которые хочется повторять тоже первая попытка осмыслить какую-то творческое начало в себе но она со стёбом написано там очень много игры очень много подражательства поэтому об этой знал бы что такая записка ну а кто написал ее возьмите пожалуйста любой диск с этого стола так дорогие друзья время у нас 22 35 сейчас будем заканчивать лев ты хочешь концерт или в начале нашего последнего там нескольких песен по моему ты должна знать я на концертах об этом говорю это просто эта песня родившись из мыслей очень банальной мысли о том что надо хорошенько думать прежде чем о чем-нибудь думать подумать о том что как раз мысли материальные о том что все это как бы собственно об этом и песни растянуты на три куплета так дорогие друзья какие песни упоминали здесь была белая ворона был была депримятой по моему да что еще бы красный квадрат другие берега вы хотели сегодня кстати наверно мы будем возвращать потому что я могу еще и успеть спеть а лёву уже не успеет я тоже с удовольствием послушать можно как-то с матовщикой песенка А, я могу её включить в свою линейку. 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 А, я могу её включить. А, я могу её включить в свою линейку. А, я могу её включить. А, я могу её включить в свою линейку. 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 В рамках для. А, я могу её выиграть в свою линейку. А, я могу её включить в свою линейку. Не любя, не вернуть, не спрятать стрелки, Настившись цель, не улыб, стереть дикой мятой для нее постель. Не вернуть, не спрятать стрелки, Настившись цель, не улыб, стереть дикой мятой для нее постель. Аплодисменты Аплодисменты Пусть будет хорошее у нас окончание, тем более про нее я много говорю, и хорошо говорю, в отличие от других песен. И очень хорошо, что не будет такого прям вот окончания концерта, как обычно бывает. Закончили, посиделки, надо уже спать. Все выпито, съездили. Пусть будет хорошее у нас окончание, тем более проще. Пусть будет хорошее у нас окончание, тем более проще. Пусть будет хорошее у нас окончание, тем более проще. Пусть будет хорошее у нас окончание, тем более проще. Пусть будет хорошее у нас окончание, тем более проще. Пусть будет хорошее у нас окончание, тем более проще. Пусть будет хорошее у нас окончание, тем более проще. Пусть будет хорошее у нас окончание, тем более проще. Пусть будет хорошее у нас окончание, тем более проще. Пусть будет хорошее у нас окончание, тем более проще. Пусть будет хорошее у нас окончание, тем более проще. Пусть будет хорошее у нас окончание, тем более проще. Пусть будет хорошее у нас окончание, тем более проще. Пусть будет хорошее у нас окончание, тем более проще. Пусть будет хорошее у нас окончание, тем более проще. Пусть будет хорошее у нас окончание, тем более проще. Пусть будет хорошее у нас окончание, тем более проще. Свет неверный, Глупые кресты так ровно помыли. Я здесь не первый, 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 Спасибо. Я с удовольствием отвечу. Спасибо вам. Вы не останетесь. Это банк. Вы вас звали. Мы сидим. Идем вас дальше.